Сегодня изучим тему «Линейное уравнение с двумя переменными». Уравнение вида АХ плюс БУ равно С, где Х и У – переменные А, Б и С – некоторые числа. Называется линейным уравнением с двумя переменными. Например, уравнение 2Х квадрат плюс 5У квадрат равно 10. 3 разделить на Х плюс 5 разделить на У равно 7. Х куб минус 2У равно 0. Не являются линейными уравнениями с двумя переменными. Уравнение вида 4Х минус 2У равно 1. 5Х плюс У равно 8. Х разделить на 5 минус У разделить на 2 равно 1. Линейное уравнение с двумя переменными. Заметим, что уравнение 5х равно 4, 2у равно минус 8 можно рассматривать как линейное уравнение с двумя переменными, у которых один из коэффициентов а или b не равен нулю. Рассмотрим такую реальную ситуацию. Мастер и ученик вместе изготовили на заказ 600 деталей. При этом мастер работал 5 дней, а ученик 4 дня. Сколько деталей изготовил каждый? Составим алгебраическую модель данной ситуации. Пусть мастер изготавливает за 1 день х деталей, а ученик у деталей. Тогда мастер за 5 дней изготовит 5х деталей, а ученик за 4 дня 4у деталей. Вместе они изготовят 5х плюс 4у деталей. Так как по условию задачи всего изготовлено 600 деталей, то получим уравнение 5х плюс 4у равно 600. Это уравнение является линейным уравнением с двумя переменными. В уравнении 5х плюс 4у равно 600 найдем пару чисел, при которых уравнение примет вид верного числового равенства. Например, если х равно 80, а у равно 50, то получим равенство 5 умножить на 80 плюс 4 умножить на 50 равно 600. Или сумма чисел 400 и 200 равна 600. Или 600 равно 600. Это верное числовое равенство. Значит, пара чисел 80 и 50 будет являться решением этого уравнения. Но найденное решение не единственное. Если х равно 76, а у равно 55, то получим равенство 5 умножить на 76 плюс 4 умножить на 55 равно 600. Или сумма чисел 380 и 220 равна 600. Или 600 равно 600. Это тоже верное числовое равенство. А значит, пара чисел 76, 55 также является решением данного уравнения. Пара чисел х, равная 25, а у, равная 11, не будет являться решением этого уравнения. В самом деле, 5 умножить на 25 плюс 4 умножить на 11 равно 600 или 169 равно 600 не является верным числовым равенством. Необходимо отметить, что если рассматривать уравнение применительно данной реальной ситуации, то будут существовать пары чисел, которые являются решением данного уравнения, но не будут являться решением данной задачи. Заметим, что пара чисел 140 минус 25 является решением уравнения 5х плюс 4у равно 600. Однако, у, равная минус 25, не подходит по смыслу задачи. Ученик не может сделать отрицательное количество деталей. Поэтому такая пара чисел решением задачи не является. Таким образом, в каждой конкретной реальной ситуации необходимо разумно подходить к отбору корней уравнения. В записи пары чисел важно, что на первом месте стоит значение первой переменной х, а на втором – значение второй переменной у. В таком случае говорят, что пара чисел x, y упорядоченная. Упорядоченная пара чисел x нулевое, y нулевое называется решением уравнения Ах плюс Бу равно С, если при подстановке этих чисел к уравнению получается верное числовое равенство, то есть числовое равенство Ах нулевое плюс Бу нулевое равно С верное. Число решения уравнения Ах плюс Бу равно С зависит от условий задачи. Если на х и у не накладывается никаких дополнительных условий, то линейное уравнение с двумя переменными имеет бесконечное множество решений. Например, подставляя произвольное значение переменной х в уравнение 3х плюс 2у равно 35, получаем линейное уравнение с переменной у, решая которое находим значение у. При х равном 1 получим 3 умножить на 1 плюс 2у равно 35, отсюда у равно 16. Пара чисел 1,16 – решение уравнения. При х равном 2,6 имеем 3 умножить на 2,6 плюс 2у равно 35, отсюда у равно 13,6. Пара чисел 2,6 – решение уравнения. Например, подставляя произвольное значение переменной у в уравнение Ах плюс Бу равно С и решая его относительно х, будем получать пары чисел ху, решение уравнения. Для уравнения 3х плюс 2у равно 35, при у, равном 13, получим 3х плюс 2 умножить на 13, равно 35, 3х равно 9, х равно 3. Пара чисел 3,13 – решение уравнения. При у, равном минус 8, получим 3х плюс 2 умножить на минус 8, равно 35, отсюда х равно 17. Пара чисел 17 в минус 8 – решение уравнения. Рассмотрим несколько примеров. Пример 1. Верно ли, что пары чисел 2,3,4,4,5 являются решениями уравнения 7х вычесть 4у равно 10. Решение. Подставим в уравнение 7х вычесть 4у равно 10, вместо х значение 2, а вместо у – 3. Получим 7 умножить на 2, вычесть 4 умножить на 3, равно 10. Получаем 2 равно 10. Это равенство неверное, значит пара чисел 2,3 не является решением уравнения. Для второй пары чисел получаем 7 умножить на 4, вычесть 4 умножить на 4,5, равно 10. 10 равно 10. Это равенство верное, значит пара чисел является решением этого уравнения. Пример 2. Выразить у через х в уравнении х вторых плюс у седьмых равно 8. Решение. Умножив обе части данного уравнения на общий знаменатель левой части уравнения 14, получим 7х плюс 2у равно 112. Отсюда 2у равно 112 минус 7х. Разделим обе части уравнения на 2. Получим у равно 56 минус 3,5х. Ответ. У равно 56 вычесть 3,5х. Для закрепления учебного материала можно рассмотреть задания из параграфа 19 учебника страницы 254-261, которые разделены на следующие группы. Понятие линейного уравнения с двумя переменными, решение линейного уравнения с двумя переменными, выражение одной переменной линейного уравнения с двумя переменными через другую, использование линейных уравнений с двумя переменными при решении текстовых задач. Умение мыслить математически – одна из благороднейших способностей человека. Бернард Шоу